Куда пойти лечиться? Этим вопросом задается каждый вне зависимости от своего недуга. Первый уровень медицинской помощи, который сопровождает пациентов всю жизнь, это поликлиник. Если раньше к ней автоматически прикрепляли по месту жительства, теперь этот выбор можно делать самостоятельно. Так куда же пойти лечиться? На смену лечебного учреждения Александр Николаев решился благодаря переезду в новый район. От знакомых слышал, что центральная поликлиника одна из лучших. Однако попасть к нужному специалисту оказалось не так просто. Даже в электронной очереди на ближайшую неделю осталось всего несколько фамилий. Невропатолога среди них уже нет. Я просто перевелся из одной поликлиники в другую. И в общем-то поначалу никаких проблем не возникло. Но на сегодняшний момент возникает просто ситуация, когда к очень многим врачам огромная очередь. И запись расписана буквально, может быть, даже на месяц вперед. Я порядка двух недель не могу попасть на повторный прием к невропатологу. Программа «Цена-качество» взялась выяснить, как обстоят дела с медицинскими услугами. Оказалось, что молодой человек выбрал одну из самых популярных во Владивостоке поликлиник. Номер один. И битва за прием здесь начинается с самого утра. Ведь к медучреждению приписаны почти 55 тысяч пациентов. Причем 20% из них перевелись из других лечебных учреждений. Пришлось даже открыть три дополнительных участка. И на специалистов, вроде невропатолога или кардиолога, приходится по две смены работы. Согласно приписному населению, которое у нас на сегодняшний день, нам положено по два, то есть по три специалиста. Так называемая специализированная служба. Что касается в наличии, конечно, по одному специалисту. И, естественно, нагрузка на них достаточно большая. Они практически работают по полторы-две ставки. Мы вынуждены расписывать так пациентов, поскольку это плановая все-таки помощь. Мы их расписываем на неделю вперед. Бывает и на две недели вперед. Закон об обязательном медицинском страховании дал возможность вписывать в медицинский полис, выбранную для обслуживания поликлинику. И переписываться к конкретному участковому. И даже раз в год менять сделанный выбор в пользу другого медучреждения. Казалось бы, территориальный принцип больше не имеет значения. Можно выбрать лечебницу хоть в соседнем городе. Только вот на дом врач оттуда не поедет. И даже из другого района. Экстренно вызвать специалиста все равно придется из ближайших к дому поликлиники. Поэтому опытные врачи советуют присмотреться к участковым, имеющимся в вашем лечебном учреждении. Может, далеко ходить не придется. Мой совет практически всегда начинается с того, что в свою поликлинику, по месту жительства, к своему любимому участковому терапевту. А участковый терапевт должен быть любимым. Потому что это человек, который первым приходит на все наши беды. Заболели, вызвали на дом. На мой взгляд, этот принцип участковости, он и был построен на этом предмете, чтобы доктор максимально знал о своем пациенте и о его окружающей среде. Если же решение о смене лечебного учреждения назрело, ориентироваться надо не на узких специалистов, а на терапевта. В конечном счете, именно он будет направлять к узкопрофильным врачам. Хотя некоторые пациенты предпочитают наводить справки о поликлиниках среди знакомых и коллег по интернет-форумам. Вечный вопрос. Какую поликлинику выбрать, дабы вписать в полис? Порылся в поиски по форуму. Ничего путного не нашел. Муз, городская стоматология. Раньше на Уткинской нормально было. А вообще, меньше по поликлиникам ходить надо. Там бабушек много. Гомарника 21 нормальная. Туда хожу. Двенадцатое. Есть отделение реабилитации, профосмотров. Лучше выбирать поближе к дому, в какой район проживание, или вообще не болеть. На самом деле, всю информацию об интересующих поликлиниках, а их в Владивостоке всего 9, можно найти на их сайтах. Справку можно запросить в регистратуре или изучить стенды в холле медучреждения. Важно, чтобы терапевтов было как можно больше. Желательно наличие в собственной лаборатории. И, конечно, близость к дому или работе. А самое главное – количество пациентов, которое напрямую связано с очередями. Мы поинтересовались у нынешних пациентов первой поликлиники, чем они руководствовались при выборе медучреждения. Это сказки все. Можно выбирать. Некого выбирать. И негде выбрать. Понимаете? Участковый должен был быть. И был у меня участковый, который был уволился или что он, я не знаю. Два года тому назад. И сейчас хожу по всем терапевтам. Но я вообще понятия не имею, какой у меня участковый врач. Поэтому менять. Какого попало, первый раз так не хожу, никаких. Я все время в этой поликлинике. В общем-то, хорошо, конечно. Когда все удобно, когда все хорошо, это хорошо. Без всякой нервотрепки. Здесь внутри поликлиники выбрать врача. Пожалуйста. А здесь все плохие ушли. Здесь остались одни хорошие. А сам принцип выбора – это вообще отлично. Даже не верится, что так у нас. Ну, для того, чтобы поменять, надо знать, куда идти. И, видите, здесь близко. Я здесь когда-то работала, поэтому я сюда и хожу. Для тех, кто определился с выбором, остается бюрократическая работа – написать заявление на имя главного врача с просьбой взять его на обслуживание. Желательно указать причину перехода, а потом явиться с карточкой и полисом. При выборе пациента медучреждения он должен обратиться со своим письменным заявлением лично на имя руководителя учреждения. В течение двух дней учреждением рассматривается этот вопрос. И направляется в медицинскую организацию, откуда выбыл пациент. Если в старой поликлинике подтвердят истинно спредоставленную информацию, в течение двух рабочих дней пациента известят о том, что он принят. Однако танцевать жигу рановато. Руководитель медучреждения может и отказаться, если к лечебному учреждению приписано слишком много пациентов. Менять или не менять – вот в чем вопрос. Искать ли нового участкового взамен старого, или вслед за любимым врачом искать новое медучреждение. Все это решать только вам. Главное – не спешить. Взвесить все за и против, посвятаться со специалистами, чтобы в погоне с драгоценным здоровьем не тратить его на метание между медицинскими учреждениями. Редактор субтитров А.Семкин